Игорь Негода Тимофей Кулябин, здравствуйте! Вы в Париже. Ваш театр «Новосибирский факел» приглашен осенним фестивалем в Париж, и вы играете в Эдеоне Театра Европы. Вы молодой режиссер, вам 33 года. Вы приглашены в лучший театр Европы. Вот как вы себя ощущаете? И как воспринимают ваш спектакль парижские зрители? Ну, прием вполне теплый, и публика здесь очень хорошая, потому что спектакль не самый простой такой лексики. Он требует все равно какого-то усилия, чтобы его воспринимать. И мы очень много с этим спектаклем ездим, очень много показов у нас уже в разных странах и городах. И не всегда с первых минут публика начинает понимать правильные игры в спектакле, они довольно все-таки необычные. Но здесь как раз-таки совсем наоборот, здесь практически с самого начала публика понимает правила игры, понимает, что происходит, почему это так происходит, и, в общем, очень внятно считывает весь сценический текст. Поэтому только теплые слова в адресе публики парижской. И нам, конечно, очень приятно, что мы находимся здесь, и у них такую возможность сыграть 10 спектаклов. Ну, знаете, наверное, это еще связано с тем, что Чехов все-таки здесь любимый автор. Я даже не знаю никакого другого автора, включая французских классиков, которых бы любили так, как любят Чехов. Я часто хожу смотреть Чеховские спектакли в Париже. Мне кажется, что его текст знают просто наизусть. Я вижу, как реагирует большой зал на каждую реплику. Поэтому они были подготовлены даже к такому неожиданному ходу. Но мне интересно другое. То есть вы действительно режиссер нового поколения. Мне интересно, вот ваше восприятие театра, вот что такое для вас современный театр? Вот как вы его понимаете? Как вы работаете с актерами? Мне кажется, несколько есть вещей важных, из которых складывается. Ну, вот мое личное ощущение, то, что называется там современный театр. Ну, во-первых, в первую очередь, это поиск какой-то новой коммуникации между зрителем и артистом, между артистом и режиссером. Между зрителем и режиссером. То есть я постараюсь всегда найти какой-то новый способ передачи информации. Потому что мы живем в мире современном, где за последние 5-10 лет средства коммуникации тотально изменились. То есть мы объяты ими, совершенно изменилось понятие времени, совершенно изменилось понятие пространства. Мир действительно меняется стремительно. Вот, мне кажется, современный театр стремится угадать и успеть за стремительно меняющимися такими критериями жизни буквальными, техническими, информационными. Это очень важно. И с другой стороны, я чаще работаю, в основном, практически с сюжетами такими классическими, с пьесами довольно громоздкими, в смысле, опыта театрального и сценического, с очень-таки хрестоматийным материалом. И, конечно, я стараюсь понять и найти, как сегодня такой большой, крупный текст, который уже миллион раз ставился, что нужно сделать для того, чтобы он снова зазвучал. То есть, всегда есть такой бэкграунд, есть опыт, который уже невозможно как бы игнорировать. Я зачастую не просто ставлю, допустим, пьесу, или оперу делаю, но стараюсь еще находиться в диалоге уже с тем опытом, который есть у этого материала, учитывая все, что с этим сделано. Вот такие две важные для меня вещи, два важных критерия. А всегда, в принципе, начиная работать над каждым новым текстом, всегда по-новому происходит. Не могу сказать, что у меня есть какой-то единый метод или единый ключ к подходу к материалу. Что касается артистов, то, в общем, я работаю с ними всегда в довольно плотном диалоге. Я стараюсь вовлечь артистов в творческий процесс, в том смысле, что не просто исполнитель какой-то, о котором я говорю, что он должен делать. Я стараюсь заставить его как-то думать все-таки и во время процесса, и мыслить на сцене, потому что это очень важна личность артиста, очень важно не просто профессиональные, не просто его профессиональные навыки, но его личностное, человеческое понимание того, что он делает на сцене и зачем он мог. Я возвращаюсь к трюмсёстрам, потому что это единственный спектакль ваш, который я видела, к сожалению, для меня. Вот как вы работали с актёрами над этим сложным очень спектаклем, потому что у меня, как у зрителя, было всё-таки ощущение, что помимо вот этой совершенно, так сказать, меняющей всё ноты, то есть язык жестов, внутри этого был всё-таки психологический театр по Станиславскому, особенно когда я смотрела на очень подробный разбор каждодневной жизни Наташи. Для меня это был такой чистый Станиславский. Это создаёт очень, в моём понимании, интересный новый подход, потому что, с одной стороны, это актуальный театр, есть этот зазор, то есть мы не можем сказать точно, что это персонаж, но с другой стороны, это психологический театр, потому что это всё-таки персонаж, что это даёт какой-то новый ракурс. Вот я правильно поняла? Да, да, это так и есть, да. Ну, очень многое происходило. На репетициях этот спектакль, само собой, потому что сложность освоения языка жестового, она забрала 80% просто внимания и усилия актёстского. После этого, когда появилось уже решение пространства, стало понятно, что нужно вот внутри этих комнат обживаться, понимать, как люди... Думали вы о Ларте фон Триери? Ну, нет, я о нём не думал, просто это решение, оно похоже, там, как фирме Докрии. Здесь дело не в концепте каком-то, здесь просто нужно было максимально сделать такое пространство, чтобы... А вообще, декорацию не должно быть видно, ничего не должно мешать воспринимать этот жестовый язык, поэтому она в этом смысле скорее, её не почему она есть, и поэтому, когда... Мы как бы не ставили пьесу, мы её вычисляли, потому что люди слабослышащие по-другому реагируют, по-другому привлекают внимание. Очень многие вещи нужно было высчитывать, исходя из логики быта этих людей. И вот как бы практически никто не задавал себе такой вопрос, кого мы тут играем, кто эти персонажи. когда артисты вот так много уже провели времени с текстом, потому что надо было учить, это заняло более полутора лет, потом шаг за шагом, слово за слово высчитывали во времени и пространстве, как эти люди передвигаются и взаимодействуют. Все психологические связи сами собой стали появляться, они стали нарабатываться очень естественным образом, мы как бы не договаривались, о чём эта сцена. Мы просто пытались вычислить во времени и пространстве, как она происходит. Ну, поскольку мы всё равно пьесу прекрасно знаем, прекрасно понимаем, то всю систему взаимоотношений, в общем, она довольно известна, она в спектакле классическая. Сами при себя начали появляться нюансы, начали появляться такие какие-то сложно назвать в спектакле образы, да, но какие-то судьбы и характер, так назовём это. И в общем, всё сложилось вполне себе таким естественным образом внутри этого спектакля. О чём для вас пьеса «Три сестры»? Такой банальный вопрос. Ну, я не могу сказать, что там как-то одна тема, всё-таки тем очень много. Ну, какие темы вас волновали вот сегодня? Ну, даже не тема, не назвать темой. Какая мелодия? Не знаю, Чехов-патолог, она там, конечно, он самый только депрессивный и, может быть, один из самых жестоких писателей. Он действительно всматривается вот в момент такого разложения человеческой жизни. потому что, понятно, что почти все герои этой пьесы несчастны, как и всегда у Чехова. Судьба их трагична, при том, эта драма складывается из вещей банальной. Вполне себе, да. Вот Чехова так, Чехова как бы очень интересует сам процесс умирания, сам процесс деградации человека, сам процесс рассматривает очень внимательно, как жизнь убивает человека, как путь убивает человека, как человек, как кончается, да. И вот это самое интересное, при том, что Чехов как бы очень любит своих героев. Вот что важно, вот эта странная патолого-анатомическая любовь к этим людям, она мне всегда интересна в Чехове. Я совершенно не идеализирую его героев. Как правило, все это люди неудачные, как правило, это все люди проживающие ту жизнь, о которой никто никогда не вспомнит, жизнь банальная, жизнь бессмысленная в конечном счете. Но вот интерес к тому, как это происходит, почему так складывается человеческая жизнь, ну, это, наверное, самый главный. Как бы этой темой я назвать одну не могу, действительно, важен сам текст. Я думаю, что спектакль получился во многом для меня, не просто о прозорых, не просто, ну, мне кажется, он получился о тексте, о том, что этот текст, сколько бы его не делали, сколько бы его не произносили, сколько бы, чего бы с ним не делали, он не перестает быть одним из важнейших ключевых текстов драматургии 20-го века. Я позволю сделать такое предложение, как я прочитала ваш спектакль. Мне кажется, что в нем самое интересное это первый и последний акт. Первый, потому что очень интересно наблюдать за тем, как подробная психологическая жизнь персонажей показана совершенно без голоса, без текста. То есть, текст существует, но он существует отдельно, а мы видим так, как в обычном психологическом театре. Вот такой эффект. А третий акт был интересен, что в нем вдруг появляется совершенно какая-то невозможная поэзия, причем символистская. Я как человек, занимающийся долго символистским театром, я вдруг услышала Миттерлинка вот в этой последней сцене, когда они вот уже на пределе таком страдания, когда, казалось бы, уже больше нельзя, вот уже все, как бы черта, они подошли к какой-то роковой черте, скажем так, и в этот момент происходит преображение. То есть, вот у Миттерлинка это выражено в реплике «Все погибло, все спасено». Они как будто услышали музыку. Это я придумала, нафантазировала, или такой момент есть? Нет, это метафоричный момент, да, безусловно, создаются иллюзии того, что они слышат этот оркестр, военный оркестр, который уходит, это, в общем, довольно метафоричная сцена, потому что текст у них, что мы слышим музыку, вот как играет музыка, значит, не напрасно, все не зря, мы будем дальше жить. И поставлена такая задача, что они должны сыграть, что они действительно перестали быть глухими, они обрели слух, они слышат эту музыку. Хотя потом, в общем, это на самом деле никакой музыки не было. Это просто их иллюзия, это их, это агония, как бы, разума, который отказывается принять тотальный прорежь своей жизни и ищет себе эту иллюзию. Вот тут вроде бы как в музыке. Была это музыка, не была, никто не знает. Важно, что они ее услышали. Поэтому, конечно, в этом есть какая-то метафора и символизм. Ну, в общем, как и, наверное, сама вот эта последняя сцена у Чехова написана крайне сложно, она очень редко удается режиссерам, потому что последний монолог от сестеры, Ольги, конечно, он очень поэтичный, он очень такой пафосный, но очень сложный для игры, потому что после того, как Ирина узнает, что парон умер, убит на дуэли, и вдруг, вдруг, после всего этого они начинают говорить о музыке, о будущем, о людях, о страданиях. Это не очень не стыкуется с такой бытовой ситуацией, когда вообще-то у мужа, у мужа умерли ее. Это вообще-то большая трагедия, это бытовая очень страшная ситуация. Они остались одни, они начинают вдруг так пространно говорить об очень возвышенных вещах, поэтому в самом тексте Чехова здесь заложен как бы некий такой выход на немножко другой уровень, уже над бытовой, так скажем, да, поэтому, с одной стороны, это сложно, дико сложно это оправдать все время, с другой стороны, так или иначе, самим Чеховым заложен какой-то выход уже на из бытовой драмы. Большую часть жизни вы провели в Новосибирске, в театральной. Учились вы в ГИТИСе, в Москве, и сейчас, насколько я понимаю, вы ставите в разных городах, в разных странах, вас приглашают в Европу. Как вы себя ощущаете вот в этом контексте? Вообще, как вы позиционируете современный русский театр? Он очень разный, современный русский театр. Очень много, сейчас, последние несколько сезонов, 3-4 года, он вообще, по-моему, самый стремительно развивающийся театр. Очень много талантов молодых режиссеров, работающих в совершенно разных стилях, в совершенно разных направлениях. Я не могу сказать, что то, чем занимаюсь я, допустим, этим занимаются все русские режиссеры. Нет, совершенно, все абсолютно разные. Ну, как тенденция, это я прекрасно понимаю, это все занимаются разным, но как тенденцию, вот как вы видите, так сказать, является ли современный русский театр, я имею в виду, конечно, новое поколение, частью вот европейского как бы движения, или вы видите какую-то отдельность? Ну, нет, мне кажется, вполне интегрирован русский театр в такой общий, общий европейский контекст, хотя, тоже так, это довольно расхожее понятие, но так, вы говорите, европейский театр, это очень разные вещи. Вот к кому вы себя чувствуете ближе, скажем, из европейских метров или из русских? Я себя ближе к кому? Ну, не знаю, никому, к себе, не стараюсь к себе ближе быть, чем к кому-то, но, безусловно, там, опыт театра немецкоязычного, он очень важен, и имеет большое влияние на формирование языка сегодняшнего русского театра, польский театр, раньше это был театр литовский, может быть, сейчас это уже в меньшей степени. А вот французский театр, вы рассказывали мне, что вы много лет подряд ездите в Авеньон на фестиваль, то есть вы имеете возможность посмотреть некоторую панораму, там, конечно, не очень много французских спектаклей, но все-таки, вот как вы относитесь к современному французскому театру? Ну, действительно, я вот именно французских спектаклей видел не так много, и они все разные, потом, если это продукция и Адеона, еще, часто бывает, что и не французскими режиссерами, то есть театр все равно так интегрирован внутри европейского пространства, друг в друга, что, в общем, уже режиссер из одной страны работает, в совершенно других, мне кажется, он стал очень интернациональным, нет уже такого жесткого деления на национальную принадлежность в таком театре, скажем, не в театре для туристов, а в театре, как в живом процессе, мне кажется, какой-то такой тотальной разницы сегодня, она начинает смываться, она начинает смываться, все-таки единое пространство и интеллектуальное, и художественное, там, Франция, Германия, опять же, Польша, Голландия, Россия, мне кажется, мы все равно все находимся более или менее в едином контексте сегодня. Над чем вы сейчас работаете? Такой традиционный вопрос. Какие у вас предложения? Вы главный режиссер театра «Красные факелы», театр репертуарный, то есть у вас вы ответственны за репертуар театра. В общем, да. А какие у вас, есть ли у вас еще какие-то другие предложения в других странах, Европе в том числе, потому что с тех пор, как вы показали, вот два года назад, по-моему, или год назад, в Вене, год назад, ваши три сестры, то есть вы стали известны здесь, аж именно с Луфу. Да, предложений много, очень-очень. Вы будете над чем-то работать или все еще? Уже работаем, уже работаем, да. Ну, есть, я занимаюсь и оперным, и драматическим театром, вот там два разных сюжета в моей жизни, наверное, и сейчас уже где-то приблизительно 50 на 50 я занимаюсь драматическим и оперным театром. В опере уже была премьера в Германии, в городе Легалертов, в городе Легалертов, в городе Леперталь. В драматическом театре, ну, вот дома в Новосибирске я сейчас работаю над пьесой Горького Дети Солнца. Премьера состоится в следующем году, а ближайшая премьера состоится в Мюнхене в резиденции театра. Это будет спектакль по колымским рассказам Барлам Шалков. Ну, и дальше там в мюнхене... Такая неожиданная тема для Мюнхена. Да. Их интересует перипетия русской души в ГУЛАГе или... Там не про душу в ГУЛАГ Шаламов. Там никакой перипетии души нет. Это жесткие тексты, почти... Настолько сухие и жесткие в своей документальности и при этом в красоте языка, что это просто очень большая литература, с которой я хочу познакомить немецкую аудиторию, потому что Шаламов был переведен 4 или 5 лет назад всего в Германии. И сразу большой интерес, но опыта постановок текстов Шаламов еще в Германии не было. И это было мое предложение. Мне кажется, для меня, как для... Не просто как для режиссера, и для гражданина это очень важно. Как представитель русского языка, представитель русской культуры, мне очень важно познакомить немецких зрителей с этими текстами. Пока еще мы не так много знаем Шаламова, не так много знаем о Шаламове, а на мою счету это один из величайших русских писателей по центру. Я хотела бы, чтобы мы несколько слов сказали о Тангейзере, потому что очень много вокруг было разговоров, петиции, в общем, все за этим следили. Хотелось бы услышать вашу версию. Да, но, к сожалению, так сложилось, что этот спектакль стал мишенью, мишенью для политического дела, политической разборки, которая... А что, был ли мальчик, или мальчика не было? Было ли там что-то такое, за что можно было так зацепиться? Не было, не было, не было, не было, потому что спектакль прошел, правда, всего четыре раза, он был снят директором там, по указке Министерства культуры, но он был очень успешный, и он был даже назван, он получил премию единственного профессионального издания музыкального, музыкальное обозрение как лучший спектакль сезон, очень дорогой в мистерство спектакля, в нем вложено очень много труда, ничего скандального там не было, то, что было найдено, было вырвано из контекста, раздуто, раз превращено в совершенно не то, чем это казалось, и более того, потом, когда был суд над директором театра и надо мной, это действительно уже факт истории, но абсурдность этого сюда заключалась, помимо того, что не только в том, что претензии спектакля предъявляли люди его не видевшие был бы с ним, но меня пытались обвинить в проступке, которую совершает главный герой. А что он совершает? Ну, там сделано было современное такая, современная версия, современное прочтение этого герой, потому что, конечно, это все же архаичное, это состязание певцов, мастер-зингеров в арт-круге, вокруг любви, вокруг темы любви, один из них, побывавший, тангельцер, побывавший в Кроте Венера, как бы, избежав оттуда в логове греха, как бы, да, и из мира вот греха и наслаждения, он забегает, попадает в арт-круг, туда на состязание, но все равно не может, так сказать, уже отделаться от этого своего опыта и ведет себя вызывающе, оскорбляет, так сказать, любовь возвышенную, говорит о любви, плодстве, о том, что она самая ценная, тем самым вызывая бурю негодования, всей публики, которая хочет его убить, просто на самом состязании вынимает меч, но за него вступается его возлюбленная Елизавета, умоляет простить его, в результате его, так сказать, проклинают и отправляют, покоив Рим папе Римскому, и папа Римский его не прощает, он остается непрощенный, но в конце, в результате папа говорит о том, что ты будешь прощен, только когда засветет мой пособ, когда там гейзер уже погибает, вдруг просветает павский пособ, то есть папа не простил, а Бог простил, это очень так, кстати, антиклирикальная опера с точки зрения смыслов у самого Пагмара, но наш спектакль, мой спектакль был совершенно про другое, он был, в общем, про такие муки творчества, про гениального художника, в моем спектакле Тангейзер, это кинорежиссер, который снимает фильм Венери Грод и все вместе в действии первой сцены, это съемочная площадка, и это, собственно, мы видим съемку, завершение финального сцена, завершение съемок, финальной сцены фильма, где Тангейзер становится Иисусом Христом и он находится, это фильм про вот эти неизвестные 17 лет во всех Евангелиях отсутствующие из жизни Христа, по версии режиссера Тангейзера Иисуса проводит в Гроди Вене и уже, так сказать, испытав все грехи, отказывается от этого греха, навсегда выходит от него и возвращается обратно в реальный мир, уже став миссией. Это вот такой фильм снимает режиссер Тангейзер. И дальше была сцена кинофестиваля, такого, прототипом которого был такой Каннский кинофестиваль, любой престижный мировой смотр, где режиссер такой скандальный, совершенно безумный, но при этом дикоталантливый появляется со своей картины, представляет ее, естественно, вызывает бурю негодований вот этим сюжетом. Но в результате с этим и изгнанность профессионального сообщества от него отрекаются все, полностью он заканчивал свою жизнь безумно. Весь поход поапе Римскому это плод его больного воображения, который уже результат вот этого его падения. Вот так был спектакль и, конечно, он был в первую очередь по художнику. А из спектакля вырвали, простись, контекст, из спектакля вырвали одну короткую сцену и попытались представить, что весь спектакль про это. И меня обвинили в том, в чем обвинили Тангейзера. Это все равно, что обвинит Достоевского в убийстве бабушки, потому что раскольников у него старого процедчика. И, конечно, абсурд комиссии в этой ситуации заключался именно в этом. Вы руководите театром, поэтому никак нельзя обойти вопрос о том, вот как вам, как художественному руководителю театра, дальше жить в той драматической ситуации, которая сложилась вокруг Кирилла Серебренникова. то есть, какой вы выбираете, как вы считаете, как должен себя вести руководитель театра, потому что мы все понимаем, что театр, в отличие от других искусств, не может существовать без денег, в общем-то, в случае России, без бюджетных денег. это сложный вопрос, это сложный очень вопрос, потому что действительно события последних лет в России, наверное, начинаются с Тангейзера, и вот, и не только это связано с театром, это связано и с, вообще, с современным искусством, и с кино, и с выставками, когда возникает некое ощущение давления или попытки государства или отдельных его сегментов, так называемые государства, все-таки, это очень крупное понятие, контролировать, вмешиваться, запрещать или каким-то образом влиять на творческий процесс. Мне кажется, это, конечно, это очень, безусловно, это болезненный синдром, это нездоровый, здоровый нормальный в современном светском обществе это не может происходить, но так или иначе... Вы знаете, это происходит все равно, но это реакция зрителей, это реакция критики, это вот здоровая реакция, вот я могу рассказать вам, есть несколько спектаклей в Париже очень крупных режиссеров, которые были освистены, осмеяны, но это нормальная реакция, его можно не принять, но другими способами. Да, да, никто же в прокуратуру не ходит, потому что мы пошли в прокуратуру подавать и против кратерищи. Реакция на самом... То есть все равно как бы может быть неприятие спектакля, искусства и так далее, но это должно принимать другие формы в светском государстве. И в эстетических границах. И в свободном государстве. Да, да, безусловно, это только вопрос эстетических границ, то есть что-то я не принимаю, кто-то не принимает гиня, это абсолютно... Скандалы бывают очень жестокие? Да, да, безусловно, но они не выходят в поле запретов, они не уходят в поле судов, они не уходят в поле ограничения свободы И творчество, и вообще ограничение свободы, да, поэтому как дальше будут развиваться события, не знаю. В России на сегодняшний день совершенно невозможно спрогнозировать, что будет происходить. Знаете, сегодня вечер, вот непонятно, что вечером может произойти. Мы живем в ситуации довольно такой шаткой, потому что действительно прогнозировать, куда повернется ректор событий, что завтра станет идеологически, там, центром совершенно непонятного. Прогнозы на сегодняшний день мне кажутся совершенно бессмысленными. Мы все стараемся заниматься своим делом, делать спектакли, делать искусство так, как мы считаем, на наш личный художественный вкус, какими они должны быть, а не на вкус чиновников. Какое-то время должно пройти, чтобы мы стали, мне кажется, чуть-чуть на дистанции осмыслять с исторической точки зрения все события, происходящие сейчас, поскольку мы находимся внутри них, в самом варьеве, да, то очень сложно давать объективную, такую неэмоциональную оценку. А эмоционально вы как это все переживаете? Я лично не могу, не могу посмотреть на фотографию режиссера за решеток, и мне кажется, это вызывает у меня чувство, я не могу сказать, что это вызывает чувство страха, это вызывает чувство ужаса, отрави, несправедливости, чувство негодования, но это такое чувство, с которым я не могу во что-то взять, это даже не ненависть, это что-то более глобальное. Что вы заметили, что во всех театрах парижских, куда бы вы ни приехали, не пришли, в том числе и в Эдеоне, фотография Кирилла Шеребренникова. То есть все-таки коллеги, артисты разных стран его поддерживают. Мы не знаем, насколько энергия передается в пространстве, но мы надеемся, что эта позитивная энергия, очень сильная, эмоциональная, как-то ему сможет помочь преодолеть. Безусловно, это очень важно. Это важно и для Кирилла, это важно и вообще для всего театрального сообщества российского, что к нашим проблемам не глухие, что все-таки русский театр, русское искусство остается все-таки, видимо, важным в контексте общемирового и европейского пространства. Вы выросли в театральной семье, как говорят французы, «Л'enfant de la balle». Вот как на вас это повлияло? Ваш папа директор театра «Красный факел»? Ну, о ней нет. Папа, в общем, был актер. Он очень долго работал как актер, потом организовал свое такое театральное агентство, занимался ангажементами, приглашениями звезд московских на проекты, разные спектакли делал. Но он уже долгие годы директор театра «Красный факел». Да, после этого он стал директором театра уже. То есть, можно сказать, вы воспитывались в театре? Да, я с самого детства в театре, я был часто на гастролях, просто путешествовал, потому что раньше, в советское время, такие гастроли были длинные, по месяц, по два, и мне приходилось жить на гастролях, потому что мама тоже работала в театре. Действительно, мое детство прошло в театре, я очень часто сидел просто на репетициях. Присутствовал я, видел, как делается спектакль, не только на премьеры ходил, но просто мне было интересно сидеть на репетициях. У меня фантазия работала, когда я был в репетиции, мне казалось, что вот это может быть иначе, вот это может быть по-другому. То есть, это будоражило воображение, так скажем. И, видимо, я очень рано принял для себя решение, что я хочу заниматься режиссурой, и это произошло в 13 лет, это действительно так. Нормальный ребенок, вот, не иметь таких амбиций в 13 лет, это же суре театральной заниматься здесь довольно непростой, непростой, без деятельности. Ну, вот это я был сформирован, действительно, в театре, внутри, в жизни театральной. И вы сразу поступили в ГИТИС после школы? Да, сразу после школы я поступил в ГИТИС. Мне было 16 лет, и это был один из первых. Вот я и у меня есть еще одна курсница моя. Мы были одни из первых, что в столь юном возрасте поступили в ГИТИС. И раньше была традиция того, что люди должны с жизненным опытом поступать на режиссуру, либо в армии служив, либо имея высшее образование. Но вот как-то с того года, когда я поступил, эта тенденция начала как-то умирать. И, в общем, сегодня здесь поступают вполне себе именно молодые, после школы. В профессии вообще омолодилась, режиссурую в России. Очень сильно омолодилась за последние 20 лет. Продолжение следует...